Итак, дорогие друзья, продолжаем. Мы с вами сейчас находимся на стадии переопределения методов ListView. Лист, то есть, который выводит все записи. Но я бы хотел, чтобы мы разобрались. Вы хотя бы, пока примерно разобрались, со временем станет на места. Здесь мы видим раз, два, три, четыре, девять методов. Методы Setup, Dispatch, Ht, Method, Not Allowed мы переопределять не будем. Но хорошо бы иметь представление, как это все работает. Зачем это может понадобиться? На данном этапе нам не нужно их переопределять. Почему? Потому что они работают прекрасно. Но как они работают? Сначала давайте обратимся к той же документации Django, TemplateV, View, да? И здесь видим последовательность. Setup, Dispatch, Ht, Method, Not Allowed, GetContextData. Вот это, в принципе, нас интересует. Зачем я это все рассказываю? Потому что это все довольно сложно. Есть несколько причин. Причина номер один. Вы будете ориентироваться в ошибках. Причина номер два. Возможно, когда-то позже вам придется их приопределять. Но это не факт. Почему? Потому что они прекрасно работают. Третья причина. Сейчас я дам домашние задания, чтобы вы дополнительно ознакомились. В последующем мы будем, например, работать Django плюс AJAX. То есть нам понадобятся параметры HTTP. Итак. Теперь я вас прошу еще раз посмотреть на эти методы. И мы покопаем сейчас в исходном коде. Мы будем переопределять методы, которые нам интересны. CarrySet, ContextObjectName, ContextObjectData. То есть это то, что конкретно вынимает данные с базой. Это уже будут платные уроки. Мы будем работать по этому принципу. А теперь давайте посмотрим, как работает Django. Потому что первый у нас идет метод Setup. Если мы откроем метод Setup, то в принципе, какова его задача? Выполнить инициализацию ключевого вида Dispatch. Иными словами, давайте сначала нарисуем, потом будем в коде разбираться. Почему? Потому что так будет вам проще. Итак, это у нас строка браузера. Вот у нас сайт. Вот сайт Бовсуновского, да? Вот строка браузера. Это пошел GetZapros. То есть сначала открывается страница. Вот она у нас, да? Строка браузера с определенным адресом. Теперь откроем исходный код. Будьте внимательны. Секунду. Но прежде чем открыть исходный код, вот этого скопируем. Три вещи скопируем. И перенесем к нам файл. И подытожим, да? Setup, Dispatch, Notalowet. И дальше у нас идут абсолютно любые, мы будем сейчас рассматривать так, любые действия с базой. То есть мы сможем дальше уже, будем когда разбираться, как и каким образом вынять данные из базы. Теперь давайте вот такой момент учтем. Сначала ответим прямо на вопрос, зачем нам диспетчер. Вот эта строка в документации. Сейчас разберемся подробнее. Поместим ее сюда. Итак, теперь, ребята, смотрите. Здесь мы видим HTTP метод names. Get, Post, Pad, Patch и так далее. В общем, иными словами, объекты запроса. Сразу записываем домашнее задание. Это не относится к Django, это относится к веб-программированию. Найдите, дочитайте методы HTTP запроса. Те методы, которые мы только что скопировали, и есть здесь. Get, Hiat, Post, Pad, Delete, Connect и так далее. То есть, дочитать в Википедии материала очень много. Ваше дело это понять. Почему? Потому что нам надо, они будут работать, когда будем работать с AJAX, допустим. Теперь смотрите дальше. Домашнее задание записали. Отлично. Вперед. Пошли вкалывать. Значит, получается, что, зачем нам нужен метод диспетчер? Для того, чтобы четко определить вот эти запросы. Ну, было бы смешно, если бы, представьте, человек вводит логин и пароль, да, логин и пароль, и он отображается вот здесь, в браузерной строке. Это было бы неправильно. Правильно? Все бы видели. Почему запросы делятся, в первую очередь, которые мы будем использовать в Жанго, на Get и Post? Так вот, Get-запросы это то, что мы видим в строке. Записываем в домашнее задание. Прочитать больше в Get-запросах. Они вам понадобятся. Потому что, когда мы работаем с представлениями, и все, что мы видим в строке браузера, это будет Get-запросы. То есть, то, что мы видим. А вот, когда мы работаем с формами, это Post-запросы. Иными словами, они также передаются. Но передаются посредством браузера, посредством ключей. Нигде они не видны. Просто-напросто на сервере передается информация, проверяется ключом. И информация также идет. Единственное, что мы ее не видим. Но она, это мы будем заниматься формами. Так вот, задача данного диспетчера, как раз таки и определить, что это за запрос. Чтобы не получилось так, что когда мы передаем форму, а у нас он был Get-запросом. То есть, иными словами, мы передаем, вводим логин и пароль, а он передается как Get-запрос, и эти данные видны в браузере. Чтобы такого не было, поэтому диспетчер определяет четко, какой запрос передать. То, что надо видеть в строке браузера, открытая страница, передается как Get. То, что не надо видеть, как пост. То есть, невидимо. И остальные другие запросы, которые есть в HTTP протоколе. То, что я вам давал за домашнее задание, почитать. По сути дела, сейчас вам просто надо знать, что они означают. Ну, исходя из названий, здесь видно. Ну, например, если бы нам надо было просто проверить работу сайта, мы могли получить только заголовки без контента. Да, там и ответ 200, что сайт работает. И так далее, и так далее. Посему становится понятно, если мы сейчас опять открываем вот этот порядок, то, в принципе, становится вполне понятным порядок действий Django. И становится понятно, почему на данном этапе нам не нужно переопределять эти методы, потому что Django уже это обрабатывает очень четко. Посему получается? Класс Setup. Давайте переведем, посмотрим. Инициализация ключевого вида Dispatch. Иными словами, с класса Setup начинается все действие. Каким образом начинается? На самом деле, мы разберемся немножко глубже. Начинается, но простыми словами, что у нас пошел запрос, открыли мы страницу, да? Сразу у нас, что делается? Правильно. Активируется метод Setup. То есть, его задача какая? Его задача поднять метод Dispatch, который начнет проверять, каким способом передаются данные. И четко определит, четко определит, это GetZapros, Post или иные. Как только запрос определен, он пошел. Это форма или это браузерная строка. Пошел. Если же ничего не найдено, то он определяет HTTP метод NotAllowedHost. Мы, в принципе, откроем, когда Dispatch, мы видим, видим, что вот этот метод, если представление было вызвано с помощью метода HTTP, который не поддерживает место этого, вызывается метод. Иными словами, если наш запрос не подходит ни под Get, ни под Post, либо там что-то не так пошло, то вызовется вот этот метод, да, подстраховывается. То есть, ничего у нас не работает, покажет. И вот когда вот эти три вещи будут проверены, проверены, тогда уже нам дают, дает Жанга возможность извлечь из базы то, что нам надо. Теперь давайте обратимся к документации. И посмотрим, потому что в документации все намного круче. Просто я хочу, чтобы вы понимали. Например, конечно, отвечу на один вопрос. Я поискал ради интереса, посмотрел, занимается ли этим народ. Но когда-то некоторые ребята пытались заниматься, там что-то переопределять. Но по сути дела, это их заводило в тупик. Почему? Потому что Жанга это хорошо делает. Когда она может быть переопределять? Когда просто тупо мы, допустим, работаем с представлением и работаем только, допустим, с постзапросом, без гет. И мы проверяем только постзапросы. Все остальные отбрасываем. Это уже надо, это не должен быть какой-то сайт. Это должно быть что-то иное, что мы будем писать. Тогда, возможно, нам придется переопределять диспетч. Сетап нам не придется. Почему? Потому что его задача вызвать диспетч. Но вот, а диспетч нам надо переопределить только в одном случае. Когда мы делаем обычный сайт, то Жанга хорошо справляется. Заполнение формы или просто много страниц или одна страница или там вывод. То есть, в любом случае, диспетчер это определит. Поэтому не надо. То есть, поняли, когда. Если диспетчер не определил, что-то пошло не так, то он вызовет исключение. Метод у нас нифига не работает. Если все работает, то дальше мы переходим в getContextData или getContext... Иными словами, мы... Вот это все, что нам надо будет переопределять, и это будет прекрасно. То есть, мы уже определяем в этом методе, каким образом мы вынимем из базы и уже потом как покажем. Хорошо. Но давайте теперь посмотрим тонкости. На самом деле, как это работает. Итак, первое мы определились. Это... Django, 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 DjangoNaget. Давайте-ка сделаем больше и посмотрим. Итак. Теперь смотрите. Итак, начинается класс view. Здесь мы видим ht method name и все перечислено то, что я вам давал в домашнее задание. Дальше мы видим init. Что здесь инициализируется? В принципе, здесь нам мало еще что интересного, что вводить в список. Давайте-ка мы немножко по-другому. Вот в чем здесь работа заключается, чтобы вы четко понимали. Вот у нас метод setup и вот метод dispatcher. Что нам здесь надо увидеть? Сначала посмотрим setup. Давайте посмотрим. setup. Setup. Обязательный параметр request. Дальше любые, грубо говоря, у нас словарии и последовательности. Любые данные, по сути дела. Далее. В первую очередь обратите внимание, он проверяет get. Да? Get. Либо заголовок. Дальше у нас идет self-request artquart. Теперь нам надо знание Python. Нам надо понять, что это такое. Все правильно. Давайте-ка мы с вами, дорогие друзья, откроем Юпитер и второе домашнее здание в школе. При изучении Python мы все это делали. Давайте это все-таки затронем здесь. Итак, как мы видим, Джанга в документации использует метод has ATTR. Иными словами все читается просто. Get ATTR, get атрибут, has атрибут, delete атрибут, set атрибут. Ну, все это вообще используется с Java. Я думаю, все эти вещи прислежат Java. Так вот, если мы смотрим именно сейчас setup, то мы видим, что делает она, Django, оно, он, Django. Что он делает? Когда используется вот этот метод has ATTR? Смотрите, Django это метапрограммирование, то есть классы создаются на лету. И по сути дела, что делает Django? Он проверяет. Он не знает, есть атрибут или нет. Поэтому он проверяет в первую очередь Get либо заголовок, то есть заголовок, либо Get. То есть вообще запрос. Почему он так делает? Потому что по сути дела это логично обратиться к сайту, вообще работает ли сайт, есть ли работа сайта сама по себе. поэтому как проще всего обратиться, давайте я это отнесу вот сюда, чтобы не видно, как проще всего, как проще происпетировать сайт, да вообще нажать, чтобы он работал, вот это просто, вот он работает, значит уже все клево, уже можно дальше, дальше он будет проверять, уже другие распределять, сначала он убеждается, что сайт действительно работает, и это мы видим, но почему же используется хас АТТР, он вообще проверяет, а есть ли здесь гет-запрос, почему, ну то есть работу сайта, давайте посмотрим, как это работает, я вам напомню, кто не помнит, вот смотрите, на самом деле хас АТТР используется тогда, когда мы не знаем, а ведь Джанго не знает, есть сайт, нет сайта, он просто проверяет, давайте продублируем такую ситуацию сейчас для нас, а все другие методы, их куча в интернете, вы найдете сами, итак, у нас есть класс MyGet, да, мы проверяем MyGet, это инсценировка просто, у нас есть какой-то атрибут, пусть это будет атрибут, ну, ладно, не будем тут заморачиваться, так и напишем, атрибут, присвоим значение строки, чтобы понять, как работает, теперь смотрите, у нас определен, определенный init, то есть начальные параметры класса, мы это тоже изучали, так что все, приходим в школу и учим, self, пусть будет атрибут 2, и здесь у нас написано self атрибут 2, присвоим значение атрибут 2, аттр 2, дальше у нас есть некий есть метод, есть, смотрите, в классе что есть, есть атрибуты, а есть методы, то есть это определенные функции с первым параметром save, пусть у нас будет такая некая функция метод, мой метод ну ну retron ну пусть будет просто отлично дальше мы определяем экземпляр класса и пусть это будет объект объект и наш класс так чего мы тут наделали ну во первых вот тут надо исправить это я случайно написал вот так хотя можно как хочет написать теперь давайте разбираться где допустили ошибку сделаем немножко по-другому здесь поправим чтобы нам не путать ну я вижу это просто говорю с этими сэрф вот сделаем здесь поправим быстро писал от тр от тр2 так смотрим теперь дальше так все сработало ну грубо говоря спешка теперь давайте проверять мы не знаем понимаете есть ситуация когда вот эти данные могут меняться это сейчас перед нами функция но если мы не знаем мы как раз таки можем использовать метод хас от тр сейчас мы возьмем вот так сделаем чтобы было хас от тр и возьмем несколько вариантов здесь здесь у нас получается объект и атрибут иными словами берем мы наш объект экземпляр класса первым ставим и через запятую проверяем атрибут первый атрибут у нас от аттр но проверяем его значение смотрите значение как строку аттр и проверяем да enter по сути дела вот это мы сейчас пока закомментируем потому что мы там не определили и он проверил да написал истинно вот этот объект существует теперь давайте что сделаем проверим второй я просто растягиваю чтобы было более наглядно проверим второй опять наш object и проверим my method что он нам пишет он пишет что метод существует проверим еще что-нибудь проверим атрибут 2 истинно проверим к атрибут 3 мы то видим что его нет false его нет да ошибка или исключение не поднята просто пишет что такого атрибута нет итак домашнее задание найти самостоятельно в интернете и понять действие z это установка да атрибутов del это удаление атрибута has проверка просто когда я объяснял я показывал я давал ребятам домашнее задание на самом деле мы можем добавлять атрибуты которых явно вообще не существуют классы и они но в памяти они будут я сейчас не буду на это отвлекаться потому что эти уроки уже есть и поэтому код у нас представляет одно а мы тупо можем добавлять какие-то устанавливают другие атрибуты которых совершенно нету и по сути дела узнать есть ли они или нет мы можем только при помощи метода has а потом когда мы это уже использовали нам оно не нужно мы можем вообще и удалить почему вроде код одно показывает но мы можем добавить абсолютно в код другое другой любой метод отработать его а потом удалить и опять код чистый домашнее задание разобраться вот с этими атрибутами set ATTR del ATTR has ATTR get ATTR отлично теперь давайте-ка мы дойдем до нужного нам и так мы установили что метод setup его задача только проверить работает грубо говоря или наш ресурс это посредством запроса request и дальше он получает данные по сути дела он ничего не возвращает он просто проверяет и иными словами он начинает проверку но его основная задача инициализировать диспетч а вот здесь уже начинается очень интересное когда начинает работать диспетч во первых посмотрим на это да тоже мы видим обязательный параметр запрос обязательный позиционный аргумент и дальше у нас словари и последовательности любые далее вот это метод сами залезьте посмотрите что это такое и и возвращаем сюда http method names и так при добавлении при запросе добавления метода в http method names абсолютно правильно то есть дальше диспетчер перебирает а какой у нас запрос вот этот список get post pad patch delete и так далее он перебирает далее get attr это то что я давал домашнее задание то есть он должен получить этот атрибут также попрошу вас проделать все это чтобы понять этот механизм это очень важный механизм это вам поможет читать исходный код зачем это я вообще рассказываю я специально поискал да и пишут ребята допустим что вот мы искали а не нашли как вообще переопределять вот этот метод диспетч вопрос а пробовали в документацию вообще в исходный код посмотреть конечно не пробовали тут же ничего не понятно а что здесь непонятного ребята здесь питон надо немножко знать итак мы видим что идет проверка при этом мы видим здесь сейв то есть идет быстрое обращение напрямую к памяти хандлер мы будем встречаться с вами сейчас не будем вдаваться нам сейчас задача другая так теперь вот что интересно что на что бы я хотел обратить внимание на самом деле на самом деле мы начинаем дальше диспетч просматривать да логику эту нам сейчас не так важно понять нам важно понять немножко другое а немножко другое это значит это значит секундочку сейчас скажу здесь нам надо понять только одно сейчас мы вернемся к важной вещи для нас смотрите по сути дела все что делает диспетч он проверяет и если не найдено то что нам надо из этих вот методов да никакой запрос не подходит то его какая задача все верно он возбуждает исключения в принципе то что здесь было и написано да где оно делось только то есть поняли сетап перенаправляет на диспетч если не обнаружен ни один из нужных нам http протоколов http методов передачи то возблюдает исключение если обнаружен какой-то пост либо гет либо другие запросы то далее мы переходим напрямую к базе данных и уже извлекаем это понятно но в джанго все намного круче и здесь на самом деле имеет значение понимать немножко другое в чем здесь же хитрость насколько гениально а вот мы возвращаемся откуда ноги растут а ноги растут вот как раз таки а свив а помните мы с вами делали когда изучали юрл я вам говорил ребята научитесь извлекать юрл любыми способами мы с вами научились извлекать юрл при помощи айди при помощи namespace при помощи слаг и при помощи где-то абсолютно юрл это у вас должны быть знания теперь предупреждаю если вот взялись юрл надо излечь и делать так чтобы это было безошибочно так вы уже идя в магазин уже могли представить то есть пописать код не бежать сейчас мне дай бог памяти вспомнить сейчас я мы с вами писали по-моему getlink app и вспомните ребята это для ребят школы вот мы с вами писали юрл иными словами сейчас возвращаемся вот как работает джанг ведь что происходит джанга начинает работать юрл все верно то есть сначала открывается сайт дальше пошли работать методы которые мы с вами но открывается сайт иными словами при помощи пути при помощи юрл и по исходному коду мы видим что идет обращение к асвив а ведь сколько исключений мы рассмотрели и сколько непонимания на этих сайтах где ищут исключения одни говорят вторые не понимают дают ответы когда вы разберетесь вы увидите насколько все это глупо да то есть на самом деле немножко разобраться так вот этот метод асвив который в принципе переводится назови меня и здесь вполне становится понятно что в первую очередь просматривается сам вот этот метод а в чем его суть мы говорили что все что может быть определено в представлении которых мы определяли то есть все переменные модель template name context объект name то что нам надо переопределять по сути дела все это определяет может быть определено и прямо в этом методе почему в первую очередь что делает джанга все верно джанга в первую очередь просматривает асвив и смотрите что делает асвив то есть джанга пошел запрос появился сайт сначала джанга просматривает асвив и мы видим что уже просмотрел асвив еще не дойдя до самого представления потому что если мы приопределили что-то здесь а он и служит асвив на самом деле для прямого переопределения кому-то удобнее здесь кому-то удобнее в в в переопределять если надо но примечательно другое примечательно другое что как раз таки асвив если посмотреть код он же как раз таки возвращает диспетчер вот этот метод диспетч видите да нам не надо сейчас мы весь код не будем разбирать опять же идет хаса ттр все эти проверки вот но в любом случае асвив как раз таки и вызывает диспетчер да он его и возвращает по сути дела вся работа жанга становится в принципе вполне понятной то есть действие номер один в браузер на строке появился сайт отлично как он появился правильно жанга обращается во вьюху сначала он обращается к методу асвив потому что большинство людей которые грубо говорю пишут вот этот асвив а что он там пишется хрен его знает пишется и все да нет не все у него очень серьезная задача у него две задачи он и называется назови себя назови себя это имеется ввиду ты можешь переопределить в нем все что угодно поэтому асвив и стоит на пути что он именно этот метод асвив и возвращает диспетчер то есть еще мы не дошли даже до представления но уже диспетчер пошел работать то есть пришел запрос пошел работать диспетчер да диспетчер а мы его с вами уже ниже рассматривали если если джанго просмотрел этот метод дальше он переходит к самому представлению то есть не нашел здесь допустим чего-то он его основные две задачи первая задача его вернуть диспетчер чтобы пошла работа правильно пошли проверки и вторая назови себя то есть здесь в этом методе еще раз повторяю мы можем переопределить то что мы с вами уже делали это для участников школы новички хотя бы отстраненно поймут а уже дальше идет page list view допустим дальше уже просмотр вьюхи да которая в принципе вьюха и работает уже с моделью с моделью дальше дальше как раз таки все становится на свои места то что к чему мы сейчас и подошли то что я подготовил материал сейчас поймете это надо было рассказать чтобы вы понимали я подготовил материал в котором мы уже будем заниматься переопределением и здесь становится все на свои места каким образом каким образом потерялся я много ссылок открыл а каким образом правильно и дальше наконец-то мы доходим к чему мы сейчас дошли мы будем переопределять get context data то есть уже конкретно выбирать нужно нам с базы и так подводим итог зачем я это вам рассказал ну во первых надо потихонечку начинать понимать все таки исходный код почему потому что именно там все ответы становятся на места второй момент большинство людей а я думаю их подавляющее большинство включая довольно опытных программистов они как раз таки и спрашивают но никто не понимает да нужно ли переопределять не нужно мы ответили на этот вопрос по сути дела ответили на вопрос следующий что у нас есть 9 методов но методы setup dispatch htb method allow it host нам при создании сайта переопределять не надо когда нам надо его переопределять когда мы пишем что-то то что допустим мы обрабатываем только пост запрос только работаем с форумами остальное мы все отбрасываем тогда имеет смысл его переопределить и сказать никаких там get запросов только пост если нет пост запроса переопределяем этот метод и он выводит исключение чего там нет разобрались второй момент мы с вами наконец-то определили что все остальные методы мы можем переопределять и мы будем их переопределять третий момент наконец-то мы поняли работу джанга и четвертый момент мы дополнили наши знания по методу ASWIF ASWIF то есть у него теперь две задачи первая задача здесь мы можем в ASWIF переопределять другие методы то что мы делали в URL это для участников школы второе он как раз таки и вызывает диспетчер все ребят пока и так ну я сказал сейчас джанга курс для тех кто хочет писать почему ребята школа spb-tut.ru здесь мы с функции начинает Python и разбираемся в джанга конечно возможно вам то что я рассказал было сложновато но попробуйте разобраться все-таки проследить код по по исходникам да все спасибо все получится будем еще затрагивать но по крайней мере все у нас получится спасибо 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 Продолжение следует...